Более полутора месяцев рождественского поста позади. Многие христиане его соблюдали и 6 января. Перед тем, как разговеться и отметить самый светлый праздник всех православных, Рождество Христово, сотни людей посетили божественную литургию, которая проходила в этот день во всех храмах Ленинского района. В Георгиевском храме города Видное ее традиционно провел настоятель, протеерей Михаил Егоров. Благотворителей, благоукрасителей, жертвователей святого храма сего, да поминет Господь Бог во царстве своем. Рождественский сочельник – ночь, когда на небе появилась звезда, которая ознаменовала о появлении на свет Спасителя, Сына Божьего Иисуса Христа. Это событие стало поворотным в христианской религии и положило отчет новому времяисчислению. Может поэтому Рождество для многих верующих – возможность очистить души и начать жить по-новому. Для меня это праздник святости, чистоты, очищения, избавления от каких-то слойных ситуаций, которые остаются в прошлом. Поэтому этот святой и чистый праздник я хотела бы всем пожелать доброты, света, очищения, святости и обновления в душе. На ночную службу приходили целыми семьями. Людей было настолько много, что места внутри храма всем не хватило. Верующие стояли на улице и были рады тому, что они могут послушать службу и разделить радость с остальными православными. Благодать Божия здесь. Душа звала. Какой-то необычной силой такой. Был подъем энергетический вот именно в это время, в ночное, что нужно встать, привезти сюда своих детей, порадоваться со всеми братьями и сестрами. Незнакомые люди поздравляли друг друга с Рождеством и говорили теплые слова пожелания. Каждому хотелось делиться своей радостью с другими. Я поздравляю всех с Рождеством, чтобы в мире был мир, настоящий мир. Служба продолжилась до поздней ночи, после чего верующие пошли по домам, чтобы наполнить свои жилища той светлой радостью, которой их души наполнились во время рождественской службы.